На волнах Авторадио Сочи московские каникулы подошли к концу, а вот для двухслушательниц они только начинаются. Заветные пригласительные на главное музыкальное событие осени Светлана и Елена получили благодаря и любви к музыке 80-х годов, и желанию исполнить мечту – услышать дорогие сердцу мелодии вживую. Большая дискотека Авторадио в Москве пройдет в 13-й раз. Сочинцев же в спорткомплекс Олимпийский отправляют уже второй год подряд. Помимо пригласительных в танцевальный портер, победителям акции также оплачивают путешествия на авиалайнере по маршруту Сочи-Москва-Сочи. Будьте интересными, и мы обещаем, что будем играть с вами. А мы обещаем хорошие подарки вам, друзья, на этом все. Светлана оказалась на втором месте по количеству угаданных имен. Постоянная слушательница Авторадио назвала 34 фамилии любимых исполнителей. На большую дискотеку 80-х она едет с коллегой, которая подсказывала верные ответы. Мечта была большая, потому что все время только у телевизора дискотеки смотрелись. Никогда не думала, что бац, тебе такое счастье улыбнется. Я безумно счастлива. Спасибо Авторадио. Лучше всех заданием справилась Елена Курмакаева в студии Авторадио Сочи. Она частый гость, является участником практически каждой акции радиостанции. Говорит, залог успеха в верности. Все радиоприемники Елены настроены только на волну 101 и 1 ФМ. На дискотеки такие вот еще мы не попадали, поэтому это просто супер выигрыш такой. Я очень довольна, обожаю Авторадио. Всем желаю удачи. Слушайте, играйте, выигрывайте. Уже завтра Елена со Светланой лично увидят выступление любимых звезд. В дорогу победительниц собрали основательно. Помимо всего прочего подарили майки с логотипом Авторадио и выделили флаг. С победительниц фотоотчет. Мы регулярно проводим всевозможные игры и проекты, потому что я лично считаю, что чем больше слушателей вовлечено в какие-то акции, тем и нам веселее, и эфир более насыщенный. Ну и, собственно говоря, люди получают удовольствие не только слушая песни, а еще и выигрывая какие-то нужные подарки. Ну вот представьте себе, мы взяли и отправили людей в Москву. Им же это приятно. Будем делать это и дальше. Не обойдется на Сочинском Авторадио без новогодних сюрпризов, но название новой акции пока не разглашают.